Бронзовая медаль и слова поддержки от губернатора Александра Богомаза. Вот так неожиданно для многих, даже специалистов, закончилась борьба за награды в абсолютной весовой категории чемпионата страны этого года. Ну а начиналось все для Артема Осипенко очень спокойно и уверенно. С победы над самбистом и стулом Александром Абрамченковым. Удержание, бросок 7-0. Ну кто после этого скажет, что самбо это сложно. Но уже во втором раунде жребий свел нашего земляка с представителем Свердловской области, перспективным 22-летним Романом Желтовым. В целом равный поединок, неоднозначное решение судей и Артем Осипенко выбывает из борьбы за золото. Борьба есть борьба. Здесь, видать, перегорел, может быть, все-таки волнение. Десятикратно он уже есть, надо быть одиннадцатикратным и так далее. Но очень сложно, тем более все зрители пришли на него. Иногда, знаете, стены помогают, а когда немножко чуть-чуть мешают. Мне кажется, в 10-м, может быть, чуть-чуть они ему помешали. Но это надо у Артема спросить. Но, в принципе, он молодец. Столько лет возглавляет сборную команды. Я думаю, он еще поборется. Забегая немного вперед, скажем, что Желтов в итоге финальную схватку проиграет, так и не став чемпионом России. А вот Артем Осипенко поставил себя в очень непростое положение. Теперь, чтобы даже бороться за бронзу, ему предстояло пройти сквозь сито утешительных схваток. Нужно отдать должное нашему чемпиону и его наставнику. Они смогли найти в себе силы, собраться, и Артем одержал победы во всех трех утешительных финалах. Поединок за бронзу Артем Осипенко выиграл и вовсе за явным преимуществом – 10-0. Это счет, после которого в самбо останавливают схватку. Бронзовая медаль весовой категории свыше 98 килограммов завоевывает Артем Осипенко. Брянская область. Да, всего лишь третий на домашнем чемпионате во дворце, названном его именем. Но это профессиональный спорт, в котором никто не застрахован от поражений. Ну и разве можно назвать поражением то, как встречали Артема болельщики и как он относится к ним, понимая, что каждая такая фотография, каждый автограф для этих ребят – куда важнее место Осипенко в итоговом протоколе. Понятно, они на взлете, а мы уже на спуске, скажем так. Еще мы еще побьемся, покажем, на что мы способны. Поэтому, я думаю, еще поборемся. Чемпионат в Брянске вообще уже побил все рекорды по количеству чемпионов, которые не смогли защитить свой титул. Самбо в России развивается, и молодых амбициозных спортсменов становится все больше. У нас весовая категория под 40 человек, и где-то человек 10-15 вот в этом диапазоне. Это все мастера спорта международного класса, заслуженные мастера спорта. Вот поэтому конкуренция колоссальна. Вы уже в финале довольны на данный момент результатом? Да, конечно. В том году у меня не получилось. Я только вышел из юниоров в том году. А как раз-таки год пошел на пользу. Блин, сделал все, что мог. Поэтому будем настраиваться на финал. Как эмоционально реагируют? Это такая тяжелая схватка или такая победа для себя важна? Я первый раз выступаю на чемпионате России. И ехали сюда больше для опыта. Первая встреча не задалась. Я проиграла в финалистке 1-0. Но вот как-то дальше работали, работали. С моей мамой по совместительству тренером. И я правда очень рада. Он такой настырный, прет, прет. А я чуть старенький уже, да я поопытнее. Скажите, как соперники на этом турнире, чемпионат России? Это самый серьезный турнир? Самый серьезный турнир в России. Здесь все самые сильные собрались путем нескольких отборов. Поэтому здесь все самые сильные ребята в России. Эдуард немного лукавил. В финале своего соперника, пусть более молодого, он все-таки одолел. Завоевав титул чемпиона России. Как и еще одна звезда российского самбо. Чемпионка мира Ольга Артошина. Этим спортсменам, которые все и всем уже доказали, как никому ясно. Такие турниры в таких спортивных комплексах не повод потешить свое самолюбие очередным титулом. А возможность заразить еще несколько сотен мальчишек и девчонок таким видом спорта, как самбо. Это очень круто. Маленькие дети приходят, смотрят. Это будущее нашей страны. И оно куется именно в этих залах. Как вам Брянск и как вам дворец единоборств? Очень хороший город. Прекрасный дворец единоборств. Очень здорово, что наше государство, наш президент, вкладывая деньги в развитие спорта. Потому что здоровое будущее – это будущее нашей страны.